проблемы с выплатой кредита и гость нашей студии руководитель юридического отдела единого центра защиты александр варсунов здравствуйте добрый но много вопросов поступает по электронной почте нашу редакцию по телефонам просто от самарцев которые мы столкнулись с различными проблемами и нам номер один конечно проблема это с выплатой кредита то есть люди потеряли работу да или какая то финансовая у них ситуация изменилась не могут платить а тут уже на пороге буквально коллекторы стоят что делать такой ситуации сильно зависит от того как сложилась ситуация если у гражданина есть возможность еще в дальнейшем как-то ситуацию поправить вполне возможно обращение в банк с заявлением о представлении отсрочки рассрочки и структуризации естественно для этого нужно приложить документы которые подтверждают что ситуация у человека испортилась возможно стал он на биржу труда либо у него умер близкий родственник обо всем этом надо известить банк тем не менее нужно помнить что представление вот этих вот отсрочек и структуризация это право банка не обязанность если заявление будет достаточно убедительным если банк сочтет достаточно уважительные причины он может такой отсрочку предоставить если нет к сожалению здесь уже остается только уповать на лучшее вот люди сталкиваются с той проблемой что они приходят ну вот просто в отделение банка и даже не умеет объяснить вот ну что им надо просто получают отказ устный да и дальше не действует вот помощь профессионального юриста в этом какая может юрист прежде всего грамотно сопровождает саму процедуру переговора с банками дело в том что устное обращение у нас очень сложно зафиксировать и доказать дальнейшем судебных разбирательствах в случае если действительно дело дойдет до суда все штрафы пение неустойки которые банк выставляет за несовременную оплату они могут быть снижены не убран конечно полностью но значительно снижены если обращение в банк было устным то доказать суде что человек пытался как-то добросовестно решить вопрос очень сложно тем более юрист всегда может подсказать какие конкретно документы нужны банку для того чтобы банк принял решение в пользу гражданина сейчас таких обращений вот стороны граждан от которые попали в такую ситуацию сложно больше стало меньше по вашему опыту вашего центра сейчас становится больше потому что все таки ситуация экономическая и политическая и честно говоря не располагают люди выбрали кредиты достаточно давно у нас есть клиенты которые sky не имеют еще кредитное обязательство с восьмого года исправно платили но сейчас к сожалению либо с работой у них какие-то проблемы либо там родственники у них разные обстоятельства жизненные бывают да то есть банки могут вот просто служащий банков как-то не отреагировать но когда с юристом приходишь или обращаешься с помощью юриста тоже другая совсем ситуация получается когда есть обращается банк он обращается письменно по закону банк тоже должен отдать ответ письменно и изложить свои причины отказа либо согласие там с позиции которые заложил юрист для человека изложить все письменно ну не факт что будет очень просто во вторых он возможно просто не знает саму процедуру сон не знает нормативов с которыми можно обратиться в банк именно здесь ему юрист в принципе может помочь но я призываю наших зрителей приготовить ручку бумагу потому что в конце программы дадим координаты куда можно обратиться за помощью к специалистам единого центра защиты там обязательно помогут потому что опыт уже большой насколько я знаю у ваших именно опыт у нас большой наша организация в самаре это только один филиал по россии у нас 24 филиала работаем и более пяти лет поэтому опыт у нас богатый как в плане споров с банками так в плане банкротства споров застройщиками и так далее то есть весь спектр юридических слуг мы оказываем то есть со всеми банками с известными вы уже работали да да конечно делать да вот если ситуация пришла уже когда но судебные приставы или уже коллекторы есть вот начинается вопрос но описание имущества что называется выколачивание долгов вот тут юрист может помочь юрист может помочь именно в плане тоже грамотного сопровождения этого процедуры этого процесса начнем с того что коллекторы как бы они в принципе не грозились они не вправе не описывать имущество не приходить домой более того по сути дела коллекторов сейчас очень сильно ограничил закон и мы ограничили во время разговора с город с должниками мы ограничили количество переговоров и так далее поэтому когда приходят к вам какие-то подозрительные люди даже на мог только первый поступает уже да уже надо наверное да имеет смысл уже обратиться к юристам более того сейчас если коллекторы соблюдают закон они в первую очередь обязательно должны представиться объяснить что они хотят как объяснить что они звонят именно по поводу задолженности и так далее если кто-то нарушает эти права эти обязанности это уже повод для гражданина и соответственно юриста который ведет это дело пожаловаться в надзорные органы и вы как раз поможете оформить именно если жалобы но дни все граждане знают что есть имущество на которые вообще не могут взыскание налагать да то есть тут тоже надо консультация чтобы объяснили что могут забрать или описать а что нет да ну разумеется да есть имущество которое отобрать нельзя в первую очередь это единственное жилье хотя там тоже есть определенные нюансы например если это жилье находится в ипотеке там очень сложно его сохранить во вторых это предметы личного обихода условно говоря зубную щетку конечно же никто забирать не будет предметы роскоши дорогие шубы золотые кольца и так далее это изъятие подлежит но повседневную одежду там бытовую технику посуду это все никак изымать нельзя но с квартирами кстати часто вопросы поступают тут наверное помощь тоже профессионалу нужна чтобы вот семья не осталась на улице что называется из-за банковского долга да да у нас были такие случаи была семья достаточно многодетная у нее если не ошибаюсь было пять детей и ипотечный дом вот мы вроде как бы им успешно помогли у них уже состоялось решение суда но нам удалось все-таки по итогам сохранить за ними этот дом это очень важно каждый для семи из пяти детьми это очень важно скажите а чаще люди попадают в такие сложные ситуации это именно банковские кредиты или микрофинансовые организации микрофинансовые организации просто в некотором смысле действует пожестче у них нет по сути дела зачастую своих отделов взыскания и они поэтому перепродают долги коллекторам и коллекторы уже сами там занимаются процедуре взыскания банки ну большинство банков имеет свое дело взыскания поэтому будучи крупными финансовыми структурами они как-то осторожничают хотя у отдельных банков тоже нет своих отделов взыскания они тоже перепродают долги коллекторам это все очень сугубо индивидуально и зависит от банков вот в интернете такие случаи описано ну страшно действительно там взял пять тысяч возвращать 150 заставляют юристы могут здесь как-то помочь уже потом судах ну как бы да в первую в первую очередь нынешний закон микрофинансовых организациях ограничил рост процентов то есть после принятия этого закона рост процентов был сдержан до трехкратного размера займа то есть возвращаясь к этим 5000 если человек взял пять тысяч он должен отдать 5 плюс еще 15 все те проценты которые сверх этого заявлены в судебном порядке их можно совершенно спокойно снизить убрать до вот этот приемлемый относительно суммы в банках ситуация немного другая в банках рост процентов не ограничен но опять-таки при грамотном ведении именно до судебной работы с банком при наличии переписки при наличии обстоятельств которые действительно реально человеку препятствовали платить кредит проценты штрафы пение устойки тоже могут быть снижены но доказательную базу как раз поможет юристами на собрать да и в суде как раз выступить чтобы доказать да 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 именно многие слышали о новом законе который допускает банкротства физических лиц но вот когда действительно сложилась сложная ситуация кто может им воспользоваться какие требования к людям вот которые претендуют на это закон о банкротстве действительно есть но он уже не такой новый по нему уже достаточно активно работают суды они можно даже сказать немного перегружены этими вопросами то что желающих много но он сильно ограничивает людей в плане того кто действительно может объявить банкротом в первую очередь задолженности человека должна быть более 500 тысяч с не у каждого реальная сумма долга составляет 500 тысяч рублей то есть речь идет даже о самой задолженности не о том что человек взял 500 тысяч и не отдал он возможно платил какое-то время платил там сто тысяч двести и здесь ему процедура банкротства уже не подходит кроме того процедура это довольно затратная например в процедуре обязательно должен участвовать арбитражный управляющий по закону стоимость его услуг 25 тысяч рублей которые должны внести депозит суда при процедуре банкротства плюс еще текущие расходы на публикации в газетах и так далее по из практики это тоже где-то 10-15 тысяч то есть если человеку абсолютно нечем платить здесь не совсем его вариант по сути дела закон о банкротстве он сделан прежде всего для лиц которым должны они те которые должны граждане просто считают что этот способ не платить долг но по сути дела это наоборот это способ расплатиться с долгами максимально комфортным образом как для себя так и для должников нельзя подать на себя на банкротство и считать что ты будешь полностью свободен долгов при определенных условиях конечно возможно но в целом это не совсем так потому что в случае объявления гражданина банкротом производится реализация его имущества все что у него имеется исключение то же самое единственные квартиры участки земельные автомобили опять так те же самые предметы роскоши все это будет продано с публичных торгов и направлено на счет погашения кредита если человека нет ничего что можно продавать тогда и да почему бы и нет тогда ему в принципе выгодно банкротиться если нет если человек хочет сохранить это имущество то банкротства не совсем наверное его вариант но если человек сам не хочет но банк настаивает и подает на банкротство и вот тут как раз возникает проблема как сохранить свое имущество там тоже единственную квартиру и тут без помощи юристов не обойтись уже здесь да ситуация когда человек подает банкротство на себя намного легче всего того что человек подготовлен к банкротству во вторых он непосредственно держит связь с юристами которые занимаются его дело с арбитражным управляющим и так далее если же на него подает суд какой-то другой банк микрофинансовая организация здесь человек может быть абсолютно к этому не подготовлен получить повестку в суд и прийти абсолютно не понимая что происходит здесь в любом случае обязательно юридическое сопровождение чтобы сохранить его имущество максимально полно понятно актуальная проблема для нашего региона по-прежнему это отношение между участниками долевого строительства и строительными организациями но самое распространенное такое вот что люди жалуются то что обещали там условно говоря в январе сдавать дом сдают либо в декабре либо вообще не говорят когда сдают сталкивается ли ваш специалисты вот единого центра защиты с таким как помогаете людям да это тоже один из наших профилей работы по большей части на самом деле сейчас ну нынешние объекты строительства они достаточно защищены у нас произошли серьезные изменения законодательстве а большей части сейчас мы работаем с наследием темного прошлого скажем так те организации которые начинали строить 2008 году 2009 обещали сдать в 2012 и до сих пор ничего не сдают такие случаи есть сейчас же новый закон позволяет случае если застройщик вовремя не сдает объект изъять этот объект у застройщика передать его более добросовестному на достройку в случае если просрочки действительно какие-то существенные закон представляет две возможности это во первых либо расторгнуть договор и вернуть деньги соответственно получить обратно все то что было уплачено за квартиру либо взыскать денежные средства за просрочку иногда если срок действительно большой этой суммы очень велики если объект не сдан с 2012 года суммы могут набирать очень большие другое дело что судебная практика складывается так что эти большие суммы могут очень существенно порезать то есть со 100 тысяч могут уйти на 20 на 30 и так далее поэтому зачастую организации застройщики уже имея определенный судебный опыт они уже сразу предлагают сумму более менее близкую к тому что вынес бы суд в своем решении и имеет смысл согласиться чтобы не тратить время на судебное разбирательство на оплату пошлин юристов и так далее но опять-таки это тоже сугубо индивидуальные тоже обсуждается только после как можно изучить документы клиента вообще когда человек вот планирует такую крупную покупку до квартиру для его строительство тут наверное есть смысл вообще с профессионалом посоветоваться еще на стадии когда только вот собираешься подписывать договор и что дают подписать да да разумеется любой договор прежде всего нужно почитать самостоятельно если есть какие-то непонятные моменты всегда имеет смысл обратиться к юристу потому что этих непонятных моментах может скрываться что-то самое коварное вы помогаете вот сопровождаете вот клиентов которые вот становятся дольщиками да к нам всегда можно прийти принести образец договора мы его изучим попросим обратить внимание на какие-то определенные моменты где-то быть осторожнее где-то возможно этот пункт вообще убрать и так далее есть часто людям предлагают подписать вот ним договора долевом строительстве а выступить инвесторами потому что ну договора долевого строительства он регистрируется же до в рост реестре а вот который инвесторов просто уже нет вот что тут можно посоветовать людям подписывать такие договоры или нет здесь опять таки тоже все сугубо единотвально зависит от организации с которой предлагают заключить договор бывает организации добросовестные которые долго работают на рынке имеет солидный финансовый капитал и которых там явно не предвидится каких-то серьезных эксцессов проблем и так далее бывает организации однодневки которые таким образом просто привлекают денежные средства потом исчезают нужно смотреть конкретно анализировать саму ситуацию с организацией где-то просто это действительно безопасно где-то это чревато дальнейшем какие-то проблемами да а вот ваши практики уже были вот такие примеры когда вот удалось людям там за задержку сдачи дома уже что-то получить с помощью ваших юристов это доводилось поэтому вот именно когда я рассказывал по поводу снижения суммы это как раз практический пример у нас был клиент у которого было практически 2 миллиона суммы задолженно вы удалось отсудить только 100 тысяч но тем не менее все-таки даже 100 тысяч и тогда какая какая-то существенная сумма потому что я думаю если бы суд заскал 2 миллиона есть бы остальные участники для строительства свой дом бы не видели никогда вы работаете только в самаре или по самарской области тоже в самарской области работаем тоже выезжаем судимся как я уже говорил у нас есть и филиалы в других городах поэтому в принципе но это важно да что можно найти как бы специалистов по территории уже да еще одна проблема которая обращение по которой есть это защита прав потребителей хотя закон действует уже давно да и гражданский кодекс но тем не менее люди жалуются что вот бывает сложно обменять там или сдать бытовую технику обувь одежду особенно часто расскажите вот о вашей работе в этом направлении защита прав потребителей это очень интересная тема в плане того что закон защиты прав потребителей дает большие возможности именно самому потребителю потребитель наиболее защищенный в данном случае представитель этих правоотношений в случае нарушения его прав можно взыскать не только сумму саму того стоимости товара на 50 процентный штраф за нарушение прав потребителя моральный вред сумму государственной пошлины сумму издержек которые были понесены на представителя и так далее случае судебного разбирательства всегда целесообразно иметь какие-то документальные подтверждения того что обращение к продавцу были что товар был надлежащего качества что неоднократно пытался покупатель этот процесс урегулировать и так далее все это опять таки судом будет учитываться изучаться и так далее но с обуви например с одежды часто бывает там экспертизы какие-то проводить люди просто не знают куда это обращаться как делать вот в этой ситуации помогают ваши специалисты да да мы собственно говоря по большому счету экспертиза это вопрос самого продавца он должен все делать на самом деле да да если конечно есть серьезное недоверение продавцу тогда возможно провести свою самостоятельную экспертизу более того даже в суде возможно назначить судебную экспертизу которая не забудет независимо исследовать товар и выяснять если в нем какие-то недостатки бывают случаи когда вот гарантия заканчивается данную гарантию проработала техника да например а потом вот потребитель подозревает что там просто скрытый брак был но он не проявился в гарантийный срок а потом был вот тут можно что-то доказать и как бы повлиять на продавца здесь опять таки тоже все очень зависит от ситуации скрытые дефекты они на то и скрытые что их выявить очень сложно как правило со скрытыми дефектами у нас практика складывается так что несколько обращений в ремонт в гарантийную службу более трех например обозначает что товар действительно уже не изначально некачественный и подлежит либо замен не либо возврату либо соответственно на него может должны быть собрать соответственно снижена цена но расскажите пожалуйста вот как и какие конкретно примеры были то есть вот когда защищали потребителей что это за товары были и каково было решение но сейчас у нас очень активно пошла тема которая косвенно много связано защиты прав потребителей но возможно все слышали вот эти вот думаю многим звонили предлагали пройти какое-то обследование косметическое медицинское и так далее людей приглашает на обследование проводит по каким-то препаратам по процедурам после этого предлагает им заключить договор естественно человека нет таких договора денег для того чтобы этот договор заключить также предлагает взять кредит по факту человек вернувшись домой обнаруживает что процедуры ему в общем-то эти не нужны что он на самом деле не смертельно болен что с лицом у него все в порядке и так далее но он уже имеет на руках кредит он уже имеет на руках договор и так далее очень распространенная сейчас схема многие люди к нам сейчас обращаются именно с этим вопросом принципе вопрос решаемый то есть по сути дела договоры которые заключаются это договоры оказания услуг и они точно также попадают под закон о защите прав потребителей вот у нас уже три или четыре таких дела состоялась буквально за последние месяца два-три в отдельных случаях мы успевали даже до судебном порядке все это организовать в судебном порядке возвращали деньги гасили кредит и человек оставался при своих условно говоря если же какие-то процедуры уже фактически оказывались то есть человек ходил на эти процедуры реальных получал к сожалению всю сумму вернуть не получится потому что какие-то услуги все-таки ему оказаны были здесь можно говорить только возврате части суммы но было такие жалобы были от людей что их куда-то приглашали что-то знакомиться они подписали а потом оказалось что просто на кредит подписали которые не получали вот тут можно помочь людям вообще как предупредить чтобы этого не случилось вот примерно об этой схеме это я и веду речь что это все одно бывает что под видом медицинских услуг кредит до либо просто когда да то есть просто очень внимательно надо конечно относиться ко всем таким объявлением конечно конечно очень внимательно читать прежде всего то что человек подписывает еще вот особенно пожилые люди часто жалуются что ну как очень настойчивые продавцы ну что называется впихивают им товар который вот им не нужен и есть договор да ну говорят как ну уж сами подписали вы согласились вот в этих ситуациях можно что-то вернуть или уже очень сложно свое время опять таки у нас самаре была очень популярна схема когда вот именно так продавцы ходили по квартирам пенсионерам предлагали всякие услуги вроде установки фильтров для воды то есть фактически сам фильтр стоил условно говоря 5000 рублей продавали его за 80 или за 90 возможность оспорить все это всю эту сделку есть по именно тоже по закону защите прав потребителей потому что при заключении договора купли-продажи человек должен быть надлежащим образом извещен о том что за товар он приобретает какого качества что он делает и так далее зачастую при заключении этих договоров такой информации не предоставляли просто устанавливали фильтр давали какой-то чек и уходили соответственно здесь все это можно было оспорить затем люди стали более грамотными стали более грамотно все это организовывать но опять-таки тоже возможности есть потому что фильтры по сути дела они должны соответствовать требованиям нормативам а далеко не все из них эти нормативы соответствовали нам приходилось заказывать экспертизу воды на входе в этот фильтр воды на выходе в этом входе выход из этого фильтра и если он не соответствовал заявленным требованиям это тоже основание для возврата вот последняя такая новинка этих товарищей это газ анализатор некий они тоже продают по самаре тоже клиент основной пенсионерки то есть также приходят говорят вот вам даже представляются есть те кто гор газом ставят какие-то анализаторы дорогие потом оказывается людям они не нужны собственно тоже наверно стоит обратиться к профессионалам до которые помогут в таких ситуациях да конечно ты принцип примерно один тот же с фильтрами для воды который я рассказал бороться с этим можно главное бороться вовремя но еще одна распространенная проблема с которыми сталкиваются потребители самарской области это потребители услуг страховых компаний автолюбители да то есть жалоба в чем на форумах в интернете обсуждается занижают часто страховые вот ну реально сумму ущерба и выплаты хотя сейчас есть ряд законодательных новаться до чтобы этого не происходило но все равно люди сталкиваются этой проблемы что можно сделать чем юристы могут помочь вашим в первую очередь мы можем помочь опять-таки грамотным сопровождением по-хорошему при проведении оценки транспортного средства все заинтересованные лица должны быть вызваны на этот на эту оценку должны участвовать вносить какие-то свои замечания и корректировки зачастую человек об этом не знает и просто упускает момент когда изначально именно на стадии оценки можно было повлиять на сумму кроме того человек и в случае если он не согласен с финальной суммы он всегда может обратиться в суд предоставить альтернативную оценку независимого оценщика и до взыскать эту сумму в судебном порядке опять-таки здесь возможно судебная экспертиза которая установит какая из экспертиз была более правильной экспертизы страховой компании либо экспертиза проведенной гражданином и соответственно основанием этой судебной экспертизы уже будет вынесено решение либо сумма будет довзыска на либо нет мы тоже зависимости по ситуации но как мы обещали в конце программы дадим людям координат куда они могут обратиться на к вашим специалистам получить помощь и поддержку да всегда можно обратиться к нам в компании единый центр защиты мы расположены на московском шоссе 49 прямо напротив торговый центр хов я думаю . достаточно приметное приходите обращайтесь будем вас ждать будем решать ваши проблемы а